26 ноября отмечается день борьбы с ожирением, заболеванием, которое Всемирная организация здравоохранения признала новой неинфекционной эпидемией 21 века. По оценкам ВОЗ, 30% россиян имеют большие проблемы с весом и все чаще они возникают и у детей. Избыточная масса тела нередко приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Для профилактики ожирения и его последствий эту неделю в России посвятили популяризации подсчета калорий. Присоединился к ней и Алтайский край. Подробнее обсудим эту тему заведующей терапевтическим отделением Барнаульской поликлиники номер 3 Светланой Ломжиной. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Первый вопрос будет посвящен как раз этой самой неделе, неделе подсчета калорий. Лично я впервые слышу о такой. Вот кто и почему решил проводить такую? И неужели все настолько серьезно с ожирением? Неделю подсчета калорий организовала проведение Всемирной организации здравоохранения. Это связано с тем, что ожирение является фактором риска развития большинства значимых заболеваний. Все чаще в обществе увеличивается количество людей с избыточным весом, либо предрасположенностью к избыточному весу. Эта неделя также приурочена ко дню борьбы с ожирением. По всей стране в эту неделю проводятся различные тематические мероприятия, акции, которые приурочены к борьбе с ожирением, избыточным весом и к профилактике этой проблемы. Много ли жителей Алтайского края имеют лишний вес? И вот что вы можете сказать на примере своих пациентов? Около 25-30 процентов жителей Алтайского края имеют ожирение, либо избыточную массу тела. По нашей поликлинике этот показатель в принципе тоже не отличается. Это 20-25 процентов нашего населения. Ну то есть тенденции такие же, как вот в России, общероссийские, да, такие получаются и как на уровне мира или все-таки у нас с этим легче, может быть сложнее? Приблизительно это так же, как и на общем уровне. Кто подвержен ожирению чаще всего? Люди какого возраста, каких профессий, быть может скажете? Люди, ведущие малоактивный образ жизни, люди, которые занимаются сидячей работой, у них риск развития ожирения выше, чем у лиц, которые выполняют достаточную двигательную активность, у которых трудовая деятельность связана с физическими нагрузками. Кроме того, ожирению подвергаются лица, имеющие хронические заболевания. По возрасту тут четко нельзя определить возрастные критерии, потому что в настоящее время и лица молодого возраста, лица среднего и пожилого возраста могут подвергаться риску развития ожирения. В связи с тем, что большого количества продуктов питания мы сейчас употребляем, они энергетически, энергии много потребляем, а расходу им мало. Избыточное количество калорий откладывается в нашем организме. Это приводит к избыточному развитию жировой ткани, соответственно, впоследствии к развитию ожирения. Вот ожирение, что это такое? То есть, например, полный человек, понимает, что у него избыточная масса тела, но как ему для себя определить? Вот он уже близок к стадии ожирения или нет? Для того, чтобы определить близок человек к ожирению либо предожирению, ему рассчитывается индекс массы тела. Индекс массы тела выше 24,9 – это избыточная масса тела, выше 25 – уже ожирение. Ну вот индекс всегда, его привод примеры, многие о нем знают, в интернете пишут. Вот просто возьмем среднестатистического мужчину, среднего роста, примерно, там, 175 сантиметров, да? Вот сколько он должен быть? 175 минус 105 – формула. То есть, он может, грубо говоря, подсчитать примерно свой вес. 175 минус 105, то есть 65 килограммов, не больше. Если больше, то уже повод задуматься. То есть, при этом ожирение. То есть, человек должен задуматься. Если, получается, при таком росте, например, вес уже 80-90, то это уже ожирение или близко к тому? Близко к тому. То есть, то ожирение уже там за 100 получается? Ну, примерно так, если приблизительно сказать на скидку. Каким последствиям для здоровья приводит вот как раз избыточная масса тела? Избыточная масса тела приводит к тому, что жировая ткань у нас откладывается во всем организме. Это не только подкожно-жировая клетчатка, это и сердечная мышца. То есть, сердце при ожирении начинает работать в усиленном режиме для компенсации. Развивается гипертрофия стенок желудочка в сердце, что впоследствии приводит к развитию гипертонической болезни, айшемической болезни сердца, сердечной недостаточности и преждевременной смерти, инвалидизации, снижению качества жизни человека. Ну, то есть, инсульты, да, всевозможные? Инсульты, инфаркты, острые сердечно-сосудистые события. Вот помимо сердечно-сосудистых проблем, каким еще может привести оживление? Развитие сахарного диабета, нарушение обмена углеводов. Поскольку основным гормоном, который участвует при вращении глюкозы в организме, является инсулин, ожирение приводит к тому, что возникает инсулинорезистентность, то есть устойчивость. В связи с этим нарушается обмен глюкозы. При диабете диабет развивается. Что делать людям, которые хотели бы решить проблему? И вот здесь я разделю на две категории. Люди, которые уже имеют ожирение, и люди, которые близки вот к этому порогу. И те, и другие должны профилактировать эту проблему. Те, которые близки к ожирению, должны сделать так, чтобы не допустить его развития. А те, которые имеют уже ожирение, должны остановиться на той степени, которая есть, и стараться уменьшить эту степень выраженности ожирения. Ну, каким образом? Основные профилактические мероприятия – это достаточный уровень физической активности. Человек должен быть постоянно физически активен. Самый простой метод – это ходьба. То есть в день человек должен проходить не менее 30 минут. Это 10 тысяч шагов. Если посчитать в неделе, то это 150 минут он должен проходить. В данном случае он обеспечит себе достаточный уровень физической активности. То есть это предполагает не только занятия в спортзалах. Это наша обычная рабочая активность и прежде всего ходьба. Ну, а вот людям с ожирением, им же сложнее двигаться? Люди, которые имеют ожирение, они должны прежде всего обратить внимание на рацион своего питания. То есть покупая продукты питания в организме, человек должен обращать внимание на этикетку, сколько килокалорий содержится в 100 граммах продукта. Таким образом он может посчитать, сколько он их употребит. И, соответственно, рассчитать расход этих килокалорий. То есть мы должны употребить их, расходовать их меньше, чем употребить. Больше, чем употребить. Вот к вам приходят пациенты, и что вы им рекомендуете, если вы понимаете, что именно из-за лишнего веса у них возникают проблемы со здоровьем? Что прежде всего вы говорите? Прежде всего я говорю про режим питания. Человек должен употреблять пищу не позднее 9 часов вечера и не позднее, чем за 2 часа до сна. При этом его пища в последний прием должна включать больше белковых компонентов. Он должен исключить быстро усвояемые углеводы, фосфоды, поваренная соль менее 5 грамм в сутки, потому что все это вызывает отложения на стенках сосудов, развитие атеросклероза и бляшек, которые закрывают просвет сосуда. А к вам вообще прислушиваются? Конечно. Какая-то часть пациентов прислушивается. Ну вот рекомендации понятны по питанию, по тому, сколько нужно двигаться. Но мы все понимаем, что современный ритм жизни, он задает свои правила игры. Очень многие люди работают допоздна, приходят и уже питаются после 6 далеко за. И опять же работа у многих сидячая, то есть нет возможности столько двигаться. Ну вот как быть в этих ситуациях? Подсчитать калории продукта. То есть меньше двигаешься, меньше ешь все-таки? Да. Принцип такой, если ничего нельзя изменить в плане режима дня, активности, рациона, то вот такой принцип. Насколько сон влияет на проблемы с весом? Сон должен быть достаточный. Не менее 8 часов в сутки взрослый человек должен спать. То есть недостаток сна, стрессовые ситуации, это тоже приводит к развитию избыточной массы тела, ожирения. То есть не к тому, что ты будешь терять вес, а наоборот, к тому, что будешь его наращивать. Если человек спит положенные 8 часов в сутки, это делает рациональным режим его дня. Соответственно, это улучшает его процессы, которые происходят в организме, в том числе и не вызывает развития ожирения. Вот всю эту неделю подсчитывали калории. А сколько в целом нужно получать калорий в сутки людям без проблем с весом и тем, кто все-таки их имеет? Люди, которые не имеют проблем с весом, это около 2000 килокалорий. И те, которые имеют проблемы с весом, должны быть чуть меньше, это 1500-1700. Также это в зависимости от рода деятельности, которую выполняет человек, считаются калории. Давайте чуть более подробно поговорим о меню пищевых привычках. Что бы вы, какие конкретно продукты больше включили в это меню, что бы вы убрали из него? Я бы больше включила, например, хлеб грубого помола, где не содержатся быстро усвояемые углеводы. Я бы включила нежирное мясо, отварное, это преимущественно мясо птицы, где меньше животных жиров. То есть пища человека должна больше содержать белков и больше растительных жиров. Поскольку животные жиры приводят к отложению избыточных жировых отложений в клетках, в тканях. Что касается соли? Соль должна быть уменьшена. Менее 5 грамм в сутки человек должен употреблять и поваренной соли, которая поступает со всеми продуктами питания. Должны быть исключены газированные напитки, фастфуды. Достаточное количество жидкости, питьевой режим тоже нужно соблюдать. Это должна быть вода обычная. Вот вы сказали про хлеб, хлеб грубого помола. Многие люди, которые садятся на диету, вообще стараются исключить хлеб из своего рациона. Вот правильно ли это? Вообще исключать нельзя. То есть надо выбирать не белый, не булочки, а именно грубого помола, трубной. В организм должен поступать. Там содержатся углеводы, которые усваиваются небыстро и, соответственно, не вызывают развитие ожирения. То есть полностью отказываться не стоит? Нет. Еще уточню про мясо. Вот опять же рекомендуете более легкое, скажем так, мясо, курица, индейка. А вот сейчас зима, холодный сезон. И зимой мы должны потреблять калорий больше. И всегда рекомендовали сибирикам, например, зимой кушать там тоже говядину, свинину. Ну ее можно приготовить иным образом. То есть ее можно сделать на пару, отварную, без применения животных жиров, не жарить ее. Тогда, конечно, можно употреблять. То есть смотреть еще на способ приготовления. Конечно, способ приготовления. Светлана, у вас есть пациенты в вашей практике, которые, возможно, страдали ожирением, или у них был достаточно серьезный уклон в сторону из лишнего веса, и они со временем сбросили его? Конечно, есть небольшое количество пациентов, которые, выполняя назначенные рекомендации в плане рационального питания, в плане выбора продуктов питания, приготовления, двигательной активности, отмечали положительные результаты в динамике их веса. Ну и в завершение, почему все-таки важно следить за весом? Вот ваш такой обобщающий итог. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирение как заболевание. Все это сводится к профилактике. Да, увеличивается продолжительность жизни, увеличивается качество жизни, улучшается. Соответственно, не происходит обострения тех хронических заболеваний, которые уже имеются, поскольку избыточная масса тела ожирения приводит к частой декомпенсации этих состояний. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня о проблеме ожирения. Мы разговаривали с заведующей терапевтическим отделением Парнаульской поликлиники номер 3 Светланой Ломжиной. До свидания. Продолжение следует...